Егорские врачи вернулись из рабочей командировки в Донбассе. Хирург и травматолог-ортопед из Нефтьюганска целый месяц проводили операции в макеевских больницах. Сейчас там острая нехватка медработников. Наши специалисты провели серию мастер-классов для местных врачей. Подробнее смотрите в сюжете. Работа на Донбассе нелегко далась югорским специалистам. За этот месяц нефтьюганским врачам пришлось проводить операции в экстремальных условиях. У нас один врач только был в отделении, то есть местный врач. Катастрофически не хватает медработников. То есть мы перекрывали травматологический прием, хирургический прием, амбулаторный прием, экстренный прием. Операции в принципе делали все. И гражданское население, и военное. Нефтьюганские врачи помогли коллегам освоить высокотехнологичные и щадящие методики проведения хирургических и травматологических операций. Обучение проходило в перерывах между приемами военных и гражданских. Доктора работали в режиме 24 на 7. Персонал не хватает, средств не хватает. Банально у нас не было 2% навокаина, то есть был только 0,5%. То есть препараты в основном от гуманитарной помощи, воды нет, отопление не всегда, свет не всегда. Связь не всегда. Условия работы в больницах разительно отличаются от привычной рабочей обстановки. Никакого точного графика, никаких отдельных квартир для врачей. Помощь в экстремальных условиях. Постоянно находились в отделении, жили в палате с пациентами. Ну не с пациентами, то есть в соседней палате с пациентами. В принципе, если и вечером поступали пациенты, конечно, нас вызывали. Но в основном, конечно, это в рабочее время. То есть привозили и с полей привозили, и с оказанной помощью. А днем привозят. Без помощи какой-либо были. Виталий Семенович и Евгений Раймилевич первыми из числа врачей нефтьюганска выехали в опасную зону на помощь людям. За месяц работы они провели десятки сложнейших операций. Так представители мирной профессии спасли сотни жизней в условиях военного времени. Александра Иванова, телерадиокомпания «Югра», при поддержке телерадиокомпании «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова